Посевная кампания началась раньше обычного. Крестьяне уже шутят, скоро, мол, будем сеять после Нового года и два раза собирать урожай. Но если серьезно, в этом году перед сельчанами стоит задача собрать не менее миллиона трехсот тысяч тонн зерна в бункерном весе. Результат достижимый. И посевную на Могилевщине ведут без аврала в спокойном рабочем настроении. СПК «Колхоз Родина» мы начинаем сев яровых. Механизатор Александр Кузьменков сеет ячмень на поле вблизи агрогородка Вишов. Работы много. В течение двух недель сев яровых должен быть закончен. В Родине, кстати, в силу особенностей почвы, начинают обычно посевную позже остальных, но заканчивают раньше за счет хорошей техники и слаженной работы. Главное – люди, а потом уже материальные ресурсы. Люди есть, организованы все условия. Двухразовое горячее питание. Столовая везде работает. Так что готовы, готовы. Работаем. СПК «Колхоз Родина» Засевки и традиция сельчан гостями обряда в колхозе Родина в этом году стали руководители области, сельских районов и аграрной отрасли. Старинный обряд – знак уважения к крестьянскому труду во все времена. И поэтому на засевках рядом с мощным трактором конь и пахарь. Ну, конечно. Железный есть железный. Но и они нам помощники. Особенно в домашних условиях. Без них никак. Опытные сельчане говорят, сеять нужно с хорошим настроением и добрыми мыслями. Тогда и урожай будет хороший. Как говорят народе, что весенний день – год кормить. Это очень важно. Это очень мудрые пословицы. И вот сегодня этот день наступил. Конечно, нужно работать, трудиться. И тогда урожай только приумножится. И наше хозяйство будет расти и процветать. Засевки – красивый обряд с песнями и добрыми пожеланиями. Караваи из урожая прошлого года – знак богатого будущего. Я хочу всем пожелать большого урожая. И я высказываю сегодня уверенность в том, что мы должны его получить. Основа для этого есть. Сев на Могилевщине идет полным ходом. 170 тысяч гектаров яровых нужно посеять этой весной. Срок – до 14 апреля. Урожай в этом году ожидается хороший. А зимая пшеница и рапс вышли из зимовки в хорошем состоянии. А это уже половина успеха, объясняют аграрии. Если все будет хорошо, а в сельском хозяйстве многое все-таки зависит от погоды, то урожай должен быть большим, чем предыдущие годы. И не только зерна. В планах вырастить больше картофеля, сахарной свеклы, лина. Вы знаете, все-таки есть такое, что можно подставить плячо капризом или противопоставить капризом природы человеческие усилия, повлиять на ход этих событий. Я так думаю, что у нас есть все для того, чтобы по максимуму взять. Но будем ждать милости от природы. Сея помощь, я думаю, что может сложиться неплохой год по всем приметам. Сев, уход за растениями, жатва. Все идет по привычному крестьянскому кругу. Но на этом пути есть и новинки усовершенствования. Одно из них – арбузное поле. Так называют его в родине. Но к арбузам оно не имеет никакого отношения, а имеет к кормовым белкам. Здесь испытывают челночный посев. Полосами посеяны две культуры, а убирать их будут, кстати, поперек, чтобы сразу смешивались. Как покажет себя новая идея ученых, в родине узнают первыми. А пока – посевная. Настроение хорошее, Александр? Да, хорошее настроение. Хорошо посеемся и будет? Хороший урожай. Желаем вам хорошей работы.